Как вылечить эрозивный гастрит быстро в домашних условиях натуральными средствами? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг вы можете купить через интернет. А сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И решил рассказать про лечение гастрита эрозивного. А точнее — как вылечить гастрит эрозивный быстро в домашних условиях натуральными препаратами. Часть людей знает, что у них есть эрозии в желудке. И пытаются лечить гастрит эрозивный. С разными результатами, которые зависят от точки приложения основных усилий в лечении гастрита. Достаточно значительное количество людей даже не подозревают о том, что у них есть либо может быть эрозивный гастрит. Вместе с тем его наличие легко предположить по диагнозу не связанному с желудком. Об этом вы также узнаете в этом видео. А часть людей, проводя самолечение, способствует тому, что у них могут возникать не только эрозии в желудке, но даже язвы желудка и рак желудка. И об этом вы также узнаете в этом видео. А также о возможности бесплатно вылечить эрозивный гастрит в домашних условиях. Лечить гастрит эрозивный или не лечить эрозивный гастрит? Если посмотреть на статистику смертности, эрозивный гастрит там отсутствует. И вроде как лечение гастрита эрозивного можно отложить до лучших времен. Возможно, он и сам вылечится. Но! Эрозивный гастрит — это серьезная проблема. Нарушающая как минимум качество вашей жизни. А периодически — создающая угрозу для собственной жизни. Поэтому я вам предложу систему как лечить и вылечить эрозивный гастрит. А вы как всегда сделаете свой выбор! Первый диагноз, без которого невозможен эрозивный гастрит в естественных условиях — — дискинезия желудочного пузыря. Или точнее — дискинезия желудочного пузыря и желчевыводящих путей. Иными словами — ваш желудочный пузырь сокращается когда хочет и как хочет. А сфинктер Одди должен справиться с этим. Но справиться не может! И в двенадцатиперстной кишке находится желудочный как во время переваривания пищи — что и должно быть в норме. Так и вне переваривания пищи. Что уже создает возможность для образования эрозии в желудке. Но! В случае если у вас есть еще один диагноз — доаденогастральный рефлюкс. Либо обратный заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. В принципе — доаденогастральный рефлюкс есть у всех. Но! Если это физиологический — доаденогастральный рефлюкс. То содержимое двенадцатиперстной кишки попадает в желудок всего на несколько секунд. И только тогда, когда ваш желудок выталкивает двенадцатиперстную кишку переваренную пищу. В этом случае эрозии в желудке не появляются. А вот если желчь из желчного пузыря попадает в двенадцатиперстную кишку и вне пищеварения в желудке попадает в желудок — вот тут и появляются эрозии в желудке. Если своевременно не вылечить доаденогастральный рефлюкс — появляется эрозивный гастрит. И начинаются поиски как вылечить эрозивный гастрит. Если вы станете проводить лечение лишь эрозивного гастрита — такое лечение может быть достаточно продолжительным. А вот чтобы вылечить эрозивный гастрит в домашних условиях оптимально быстро — нужно справиться с дискинезией желчного пузыря и с дуаденогастральным рефлюксом одновременно. Иными словами, если вы искали лечение эрозивного гастрита — то вам не эрозивный гастрит нужно лечить, а печень и желчный пузырь — чтобы регулировать поступление желчи в кишечник и перистальтику желудка одновременно. Первый — очень важный и бесплатный компонент, чтобы вылечить эрозивный гастрит быстро в домашних условиях — проводите ревизию своего рациона питания. Чем из более натуральных продуктов будет состоять ваш рацион — тем быстрее вылечится эрозивный гастрит. Даже если эти ненатуральные компоненты не раздражают слизистую оболочку желудка непосредственно. Просто при попадании в кровь из кишечника их будет удалять печень. Иными словами, работа печени состоит в очищении крови и лимфы, и образовании желчи. И чем больше желчи вырабатывает ваша печень — тем сложнее желчному пузырю с ней справляться. Обостряется дискинезия желчного пузыря, дуоденогастральный рефлюкс — и эрозивный гастрит поддерживается легко и просто. Такое бесплатное лечение эрозивного гастрита не всем подходит. Не все готовы менять себя. И действительно эрозивный гастрит можно и не лечить. Возможно самоизлечение от эрозивного гастрита. Правда, когда нарушится работа печени и снизится образование желчи. В печени обычно при этом появляется жировой гепатоз или жировое перерождение клеток печени. Или стеатогепатит. А будет у вас стеатогепатит алкогольный или неалкогольный, медикаментозный либо после перенесенного острого гепатита — это уже ваш выбор. И кажется, что это самое простое лечение эрозивного гастрита. Время лечить! Но! В любом случае при жировом гепатозе либо стеатогепатите обычно развивается метаболический синдром. В который входят сахарный диабет, отраслевоз сосудов, подагра, гипертония. Метаболический синдром — это название от оптимистов. Пессимисты называют иначе — смертельный квартет. Просто перечисленные диагнозы среди причин смерти занимают почетные места в первой десятке. А что у вас было в начале? Несмертельный эрозивный гастрит? Поэтому я бы советовал начинать лечение на этапе эрозивный гастрит. И второе, что вы вводите в лечение гастрита — это лечебные масла. Я чаще всего применяю масло плодов облепихи, масло плодов шиповника, зародыши пшеницы, масло семян тыквы, семян льна, плодов расторопшей в разных комбинациях. Которые зависят уже от сопутствующих заболеваний, присутствующих у вас. Лечебные масла помогают быстрее восстановиться слизистой оболочки желудка. И одновременно в условиях меньшего образования желчи в печени уменьшают вероятность образования камней в желчном пузыре. Лечебные масла лучше принимать за 30-40 минут до еды. А в случае наличия хронического панкреатита либо желчекаменной болезни лечебные масла принимаются прямо перед едой либо во время каждого приема пищи с едой. Третий компонент. Вводите в лечение эрозивного гастрита энтеросорбенты. Сорбенты помогут нейтрализовать токсины, поступающие с пищей. Если вы не все еще изменили в своем рационе питания. Либо образующиеся в просвете кишечника патогены микрофлоры при эрозивном гастрите всегда присутствуют дисбактериоз кишечника. А также те токсины, которые накоплены были вами в своем организме ранее. Особенно нужны сорбенты в случае если у вас не просто эрозивный гастрит. А есть точечные кровоизлияния. Которые показывают на более значительный уровень эндогенной интоксикации. И в большей мере подходят не угольные, а кремнии содержащие энтеросорбенты. Обычно энтеросорбенты назначаются на курс до 2-3 недель. И чаще всего за такой короткий срок полное очищение организма провести не удастся. Поэтому я предлагаю еще один энтеросорбент Fiber Boost, курс приема которого практически не ограничен. Чаще всего сорбенты принимают между приемами пищи с интервалом около двух часов. Что создает определенные сложности как с приемом сорбентов, так и одновременно с соблюдением режима питания. Сорбент Fiber Boost можно принимать как во время еды, если вы еще не до конца уверены в качестве продуктов питания, так и вскоре после еды — минут через 30-40. И если произойдет дооденогастральный рефлюкс — желчь попадет в сорбент. Четвертое. Нужно стимулировать секрецию желудочного сока. Даже если кислотность у вас не снижена. Не снижать кислотность нужно — это распространенная ошибка. А стимулировать выделение желудочного сока. Привратник в желудке закрывается изнутри. При наличии достаточного количества соляной кислоты в полости желудка. Иными словами. Если базальная секреция сохранена. То есть в желудке вне пищеварения есть активный желудочный сок. Вероятность дооденогастрального рефлюкса минимальна. Как основной вариант для лечения эрозивного гастрита я предлагаю питьевой гель Миндмастер. Сок алоэ обладает одновременно и сокогонной активностью. Что важно. И рано заживляющей активностью. Что гиперважно при эрозивном гастрите. А также антибактериальной активностью. Поэтому можно использовать даже при лечении эрозивного гастрита. Ассоциированного с Helicobacter pylori. Также такой комплекс способствует регуляции активности и реактивности нервной системы. Что очень важно для устранения основных причин эрозивного гастрита. Дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря. А также доденогастрального рефлюкса. Как правильно принимать питьевой гель с алоэ Миндмастер? Если вы проводите лечение эрозивного гастрита и хотите вылечить эрозивный гастрит в домашних условиях? Тогда при сохраненной либо повышенной секреции желудочного сока лучше принимать после каждого приема пищи. Если же кислотность снижена, то лучше принимать перед приемом пищи. Главная задача — не допустить, чтобы желчь попала в желудок между приемами пищи. Если принимаете перед едой — тогда за 5-10 минут. Если после еды и в приеме пищи была каша, овощной рагу, овощной суп — тогда принимать через 30-40 минут после такого приема пищи. Если были яйца, мясо, рыба, птица — тогда через час-полтора. Конечно, можно использовать индивидуально подобранный сбор лекарственных растений. Но для этого вам нужна уже моя личная консультация врача-диетолога-фитотерапевта. Такой комплекс уже достаточен для того, чтобы вылечить эрозивный гастрит быстро в домашних условиях. Но! Если вы эрозивный гастрит лечите давно, либо по причине наличия хеликобактер пилори принимали антибиотики, — тогда скорее всего у вас есть дисбактериоз кишечника. А значит в курс лечения нужно добавлять пробиотики. И чем больше разнообразие полезных микроорганизмов в каждой капсуле — тем более вероятно быстро восстановить микрофлору кишечника. Я предлагаю использовать пробиотик 12-ЛР. 12 штаммов полезных микроорганизмов. Что резко повышает вероятность восстановления сопрофитной микрофлоры кишечника. Которую чаще всего проводят вслепую. Самый простой индикатор, что у вас есть дисбактериоз кишечника и вам нужен пробиотик — регулярное вздутие живота, кишечника, метеоризм после еды. А также отхождение газов. С запахом или без выраженного запаха — не имеет большого значения. В любом случае на вашей пище активно размножаются микроорганизмы — кишечники. А также возможен неприятный запах изо рта от тела — это тоже индикатор, потому что не все благополучно в вашем организме. Шестое. Безусловно необходимо соблюдение щадящей диеты. В желудок не должна попадать грубая пища. Поэтому в диете на период лечения должны абсолютно отсутствовать сырые овощи, фрукты, ягоды и зелень. А также еда должна быть свежеприготовленной. Иными словами — попадать в желудок в теплом виде. Пряности ограничиваются. Но только в зависимости от степени обострения гастрита. А не от наличия эрозии в желудке. Вариантов более индивидуальных рекомендаций по питанию сегодня около 8 миллиардов по количеству жителей планеты Земля. Поэтому в одном видео все варианты описать невозможно. Индивидуальные рекомендации можно получить лишь во время индивидуальной консультации. Но есть еще один положительный момент. Примерно такая же схема лечения язв в желудке. Но об этом со временем напишу отдельное видео. А как спровоцировать эрозивный гастрит без дискинезии желчного пузыря и дуодена гастрального рефлюкса? Многие для этого проводят лечение содой пищевой. А вашему желудку в принципе все равно каким путем попадет в желудок пищевая сода. Через привратник из желчного пузыря в составе желчи. Либо через пищевод с водой. И какая сода? Пищевая сода или гидрокарбонат натрия. Либо гашенная сода или карбонат натрия. В любом случае щелочь попадая в желудок провоцирует развитие эрозии в желудке. А также лечение содой пищевой способствует движению через атрофический гастрит к раку желудка. Который, как известно, возникает в щелочной среде. Но здесь есть серьезный положительный момент. Если остановить лечение содой пищевой вовремя. То у вас получится вылечить эрозивный гастрит бесплатно. Правда, после этого нужно восстановить желудок. И это тема для нового видео. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю какое видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко». ПЛАМИЯ «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» и «Школа доктора», «Школа доктор».